Донецкая народная республика Голод, разруху Хотел бы сказать следующее еще жителям Украины Ровно год назад мы дали четко понять правительству Украины Как мы хотим развиваться Почему был проведен референдум и что там произошло Мы сказали да, своей независимости Да, счастливому будущему своих детей Да, свободной стране Нет узурпации власти, незаконному свержению ее Нет нацистам Нет насаждения чуждой нам идеологии Попытками рассорить нас с нашими братьями и сестрами С других республик, с Россией Попыткой запретить нашу возможность верить в то, что мы хотим И дружить с тем, с кем мы хотим Мы четко это дали понять И в течение года смогли доказать и военным путем И мирными процессами, которые в нашей республике произошли Еще раз, все жители ДНР с большим праздником, с днем рождения нашей страны Ровно год назад Украина де-факто признала независимость республик ДНР и ЛНР Бросив силы регулярной армии на территорию Донбасса На протяжении периода противостояния и по сегодняшний день Киевские власти регулярно совершают провокации в виде экономической блокады На линии соприкосновения позиций выставлены пограничные заставы Стойкость людей, прошедших через тяготы военного времени, вызывает гордость Отметил Александр Захарченко Глава республики выразил уверенность, что в самые короткие сроки Удастся восстановить экономику молодого государства Основная задача, основной упор, который мы сейчас в экономике делаем Это сельское хозяйство и угольная промышленность Это сбыт нашей продукции и возможность приобретения необходимых материалов Посевных, ну и также удобрений для развития сельского хозяйства Это самое главное Второй вопрос, немаловажный, но это уже связано с некоторыми военными экспертами Это реализация металла Вот эти основные вопросы, которые лично я хотел бы осудить с представителями других стран Главное на данный момент обеспечить выплату социальных пособий, пенсии, урегулировать вопросы стабильной работы экономики Однако в будущем город Донецк в полной мере вернет себе статус города Рос Журналистов интересовал итог Минской встречи Однако, как сказал Александр Захарченко, эта встреча была проведена для того, чтобы представители могли договориться от следующей дати встречи В завершении пресс-конференции главе республики от предприятия Макеев-Кокск вручили картину «Флаг ДНР», выполненную из гипса Александр Захарченко остался очень доволен подарком и пообещал открыть комнату в музее специально для подобных патриотических экспонатов Оксана Волчонок, Павел Припа, телеканал «Новороссия», город Донецк Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...